Заявление на налоговый вычет на детей. Налоговая система Российской Федерации включает в себя взимание с юридических лиц, с ПЭЛ и граждан, установленных Налоговым Кодексом, НКРФ, налогов, сборов, пошлины и иных обязательных платежей. Все федеральные налоги обязательно для уплаты гражданами и ПЭЛ и компаниями и имеют единые ставки для Москвы и иных регионов России. Кроме этого, в каждом регионе, в области или иной местности могут устанавливаться региональные и местные ставки налогов, сборов и иных платежей. Для уплаты налогов компании и ИП должны использовать в своей деятельности одну из предусмотренных законом налоговых систем ОСН Общая УСН Упрощенная ЕНВД Единый вмененный ПСН Патент Раздела продукции ЕСХН Единый сельхозналог. При уплате налогов физические лица в случаях предусмотренных законом могут рассчитывать на вычет, не облагаемый обычной ставкой НДФЛ в размере 13%. Эта форма снижения налоговой нагрузки относится и к родителям, имеющим детей, и действует постоянно, пока те не достигнут определенного возраста и сохраняют статус наследника. Отец или мать при этом должны уплачивать НДФЛ? Налоговая система ИРФ регулируется НКРФ, кто может претендовать на льготу? Заявление на налоговый вычет на детей в соответствии со статьей 218 НКРФ могут подать оба родных родителя, каждый из усыновителей, любой или каждый из опекунов, оба попечителя. Если у этих лиц есть дети в возрасте до 18 лет, то получить на них часть уплачиваемого в доход государства НДФЛ может каждый из заинтересованных лиц. Исключение по возрасту предусмотрено для тех детей, которые учатся в институте или университете, студенты, военном училище, курсанты, магистратуре, аспирантуре, интернатуре или ординатуре. Обратите внимание, возраст в этом случае ограничивается 24 годами. При этом обучение должно быть очным и может быть не только на территории России, но и за ее пределами. Сумма налогового вычета на детей составляет 1400-3000 рублей сумма вычета в зависимости от количества детей. Если у родителей или других приравненных к ним лиц несколько детей, то вычет может быть назначен на каждого из них. На первого и второго ребенка общая сумма выплат составляет по 1400 рублей на каждого. На третьего и каждого последующего государства гарантируют 3000 рублей. Компенсационные выплаты на детей инвалидов налоговые вычеты на ребенка инвалида существенно больше каждой из родных или усыновивших. Родителей может претендовать на получение суммы в размере 12000 рублей. Если несовершеннолетнего инвалида воспитывает опекун или попечитель, то каждый из них может получить не более 6000 рублей. Обратите внимание, указанные суммы, на которые могут претендовать родители, не возвращаются им наличными, а просто с этой суммы во время работы не будут высчитывать подоходный налог в размере 13%. Как рассчитать имущественный вычет? Расчеты имущественного вычета лучше рассмотреть на примере. Если гражданин имеет троих детей в возрасте до 18 лет, то на первых двоих будет предоставлена налоговая льгота в размере 364 рублей и 1400 рублей. Плюс 1400 рублей и 0,13. На третьего будет предоставлена льгота в размере 390 рублей и 3000 рублей. Ха 0,13. Чтобы самостоятельно вычислить сумму налоговой льготы, нужно посетить онлайн-сервис и ФНС. Для правильного расчета в соответствующую форму вносят такую исходную информацию, как количество проживающих детей, сумма облагаемого НДФЛ дохода за предыдущее время, наличие детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья. Кроме этого, при заполнении можно обратиться за помощью в единый расчетный центр. То может претендовать на двойной размер вычета. Претенденты на налоговые льготы. Некоторые из категорий граждан могут претендовать на возврат НДФЛ в удвоенном размере. Это возможно, если дети воспитываются в семье матерью и одиночкой или одиноким отцом. При этом статус одинокого родителя должен быть получен по закону официально. Если один из супругов или один из усыновителей отказался от такой льготы, то по письменному заявлению второй из них может получить ее в удвоенном размере. Предел дохода при начислении имущественного вычета. Если у отца и матери или других лиц, заменяющих их, большие доходы, то они сами отвечают за финансовое обеспечение своих детей. Смогут претендовать на возврат денег. До 2016 года предельной была сумма годового заработка в размере 280 тысяч рублей. В настоящий момент звездочка она составляет не более 350 тысяч рублей в год. Обратите внимание, время расчета полученного дохода начинает исчисляться с начала налогового периода, который равен началу календарного года. После того, как с этой даты общая сумма доходов превысила установленный законом предел, начисление денег прекращается. Документы для получения льготы. Документы самостоятельно подаются работодателям в случае официального трудоустройства претендента на льготу. После удержания всех налогов работнику выплачивается зарплата. Необходимые документы сотрудники должны предоставить в бухгалтерию или отдел кадров по месту работы. Для обычной имущественной льготы потребуется свидетельство о рождении и усыновлении всех детей, заявление о предоставлении льготы. Справка установленной формы 2НДФЛ за прошлый год в случае перемены места работы, справка об обучении детей, достигших совершеннолетия. На дневном отделении ВНУ каждый год ее нужно обновлять. Обратите внимание, в случае развода или отсутствия официальной регистрации брака второму родителю для получения обратной части подоходного налога необходимо дополнительно предоставить документы, подтверждающие его участие в обеспечении детей. В качестве таких документов может предоставляться соглашение, свидетельствующее о выплате алиментов или справка, подтверждающая регистрацию места проживания родителей и детей, а также судебное решение об определении лица, с которым останутся дети после развода. Для получения имущественной льготы в двойном размере дополнительно потребуется предоставление следующих документов, заявление на получение отказ, написанный другим родителям-усыновителям, справка установленной формы 2НДФЛ от одной из сторон, написавшей отказ за количество месяцев, по которым полагается вычет. Справка о доходах физического лица, как производится начисление. Вычет по подоходному налогу на детей начисляется с начала года за весь календарный год, который считается расчетным периодом. Его начисление не зависит от месяца предоставления соответствующего заявления, декларации и остальных документов в налоговый орган. В 2017 году были внесены некоторые изменения, касающиеся порядка начисления таких средств на детей. Так, теперь началом года будет считаться месяц рождения малыша или день его усыновления, установления и опеки. В случае трудоустройства сотрудника, имеющего детей, полагающиеся льготы рассчитываются новым работодателем с месяца трудоустройства. С учетом доходов, полученных работникам на новом месте работы. Утвержденные ранее правила действуют и в 2018 году. Предельные сроки получения. После достижения детьми совершеннолетия вычет предоставляется до конца календарного года, независимо от даты рождения малыша. Если же сын или дочь заканчивают точное обучение до 24 лет, то льгота прекращает действовать со следующего месяца. Если обучение продолжается и после 24 лет, то имущественный вычет не предоставляется сразу после дня наступления этого возраста. В случае преждевременной смерти ребенка до указанного возраста получать сниженный НДФЛ каждый из родителей сможет до окончания календарного года. Заявление на предоставление вычета. Подать заявление о предоставлении имущественной льготы можно непосредственно работодателю сразу после наступления факта рождения малыша или в любое другое время. Если претендент на возврат части НДФЛ начал работать у нанимателя не с начала года, то он должен предоставить для начисления справку о своих доходах с предыдущего места работы формы 2 НДФЛ. Заявление о вычете Если у работодателя есть готовый шаблон и образец заявления, то достаточно будет отметить птичками, нужны индивидуальные данные для предоставления налоговой льготы. Если таких бланков нет, то можно написать заявление в свободной форме на имя руководителя компании. В нем излагается просьба о предоставлении ежемесячных стандартных вычетов по НДФЛ с указанием оснований возраста детей. К заявлению прилагается пакет предусмотренных законом документов, после чего работодатель обязан сразу же начать вычеты с месяца подачи заявления. Таким образом, каждый родитель или гражданин, заменяющий его при наличии соответствующего дохода в праве получить имущественный вычет НДФЛ на всех своих детей до 18 лет или до 24 лет в случае очного обучения. Его сумма будет зависеть от количества детей и некоторых других факторов. При правильном составлении заявления и подготовке соответствующих документов отказа в получении быть не может. Предоставляя право на вычеты, государство тем самым уменьшает налоговую базу, облагаемую НДФЛ, что немаловажно для населения с заработком менее среднего. Звездочка информации актуальна на июль 2018 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова